Уэлл Стрейт Юрнал, США, Россия играет мускулами на Ближнем Востоке Джарет Малсин, Н.М. Симонс Уэлл Стрейт Юрнал, США 22 января 2019 года С момента вмешательства России в Сирийскую гражданскую войну на стороне президента Башара Асада Москва наладила крепкие экономические связи с Саудовской Аравией, увеличила объем сделок с Катаром и продала оружие на миллиарды долларов Объединенным Арабским Эмиратом В Египте Кремль наладил тесные связи с президентом Абдель-Фатахом Ассиси, чей авторитаризм усложняет его отношения с американскими союзниками На набирающий оборот российско-арабские отношения обратили внимание в ноябре, когда наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и российский президент Владимир Путин пожимали друг другу руки и улыбались на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе Учитывая, что это происходило в период, когда Саудовская Аравия столкнулась с гневной реакцией всего мира на убийство журналиста Джамаля Хашоги в Стамбульском консульстве Королевства Это рукопожатие послужило сигналом готовности Москвы наладить отношения с арабскими странами, не критикуя их нарушения в области прав человека Для союзников США из арабских стран растущая роль России на Ближнем Востоке становится важной страховкой в контексте их отношений с президентом Трампом, говорившим о желании уйти из Ближнего Востока и принятые им в декабре решения о выводе американских войск из Сирии Господин Путин жаждет воспользоваться расхождениями между Вашингтоном и его союзниками, пытаясь изобразить Москву в роли посредника, способного вести компромиссную политику в отношении проблемных геополитических вопросов, говорят аналитики Они готовы работать с традиционными союзниками Америки и воспользоваться любыми трениями между ними и США, но в то же время не хотят нести основную ответственность за безопасность в регионе так, как это делали США, говорит Марк Энкатс Марк Энкатс, профессор университета Джорджа Майсона, преподающий государственное управление и политику, и специалист по связям России на Ближнем Востоке Саудовские связи вторжения в Сирию упрочила связи Москвы с Ираном и другими союзниками России в регионе, в том числе с ливанским правительством и Хизбаллой Даже Турция, набирающая обороты региональная держава и ключевая опора сирийской оппозиции, теперь установила теплые отношения с Россией Кремль также наладил связи с Израилем, а также с соперничающими политическими силами Палестины и Ливии Ни в одной стране расширения российского влияния не было столь очевидно, как в Саудовской Аравии, бывшей врагом Кремля в эпоху Холодной войны и поддерживавшей сирийских повстанцев, выступающих против режима осада Россия отказалась критиковать Саудовскую Аравию даже после того, как убийство господина Хашоги пошатнуло давний альянс саудитов с Соединенными Штатами Американские сенаты и разведывательное сообщество обвинили в убийстве журналиста наследного принца королевства, в то время как Трамп поддержал молодого члена королевской семьи, фактически руководящего в данный момент страной Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва расценивает попытки Эр-Рияда расследовать убийство журналиста в позитивном ключе, сообщило государственное новостное агентство АТАС В августе, комментируя дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и Канадой в связи с арестом в королевстве группы гражданских активистов Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия последовательно выступает за соблюдение общепринятых прав человека с учетом национальных особенностей и традиций, сложившихся в определенном государстве за длительное время Захарова также заявила, что Москва считает недопустимой политизацию проблематики в области прав человека Улучшению отношений между Россией и Саудовской Аравией способствует общий интерес в регулировании мировых цен на нефть Обе страны столкнулись с кризисом, когда цены рухнули в 2014 году, а в 2016 году достигли соглашения по сокращению нефтедобычи Благодаря чему Россия стала ключевым партнером стран ОПЕК, где главную роль играет Саудовская Аравия Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива должны сотрудничать с Россией для продвижения собственных стратегических интересов, говорит саудовский политолог Мохаммед Аляхия Расширяются и другие экономические связи В 2015 году Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии опубликовал заявление о намерении инвесторов и 10 миллиардов долларов в российскую экономику посредством партнерства с Государственным российским фондом прямых инвестиций Объем торговли между Россией и Саудовской Аравией вырос более, чем вдвое, до 915,2 миллиона долларов в 2017 году по сравнению с 2016, согласно российским государственным СМИ Значительную долю российского экспорта в Саудовскую Аравию составляет сельскохозяйственная продукция, а из королевства в Россию поступает преимущественно продукция химической промышленности Компромисс возможности Москвы в Ближневосточном регионе, тем не менее, ограничены Военный экономический потенциал России все еще составляет лишь часть по сравнению с США, что предельно осложняет попытки Москвы в полной мере выполнять роль Вашингтона на Ближнем Востоке, подчеркивают наблюдатели Альянс Саудовской Аравии с США восходит к началу Холодной войны, а партнерство с Россией еще нужно испытать на прочность Однако русские делают все возможное, чтобы распространить свое влияние и продвинуть свои интересы, сотрудничая с правительствами ближневосточных стран Крошечный Катар, например, в последние годы занимался формированием своих бизнес-интересов с Кремлем И эти отношения стали более значимыми после того, как Саудовская Аравия, ОАЭ и другие соседи ввели в отношении государства экономический бойкот в 2017 году Суверенный фонд национального благосостояния Катара теперь владеет почти 20% долей российской государственной нефтяной компании «Параснефть» Эта часть соглашения 2016 года дала Кремлю необходимый приток средств В 2017 году Катар и Россия подписали соглашение по началу военного сотрудничества В то же время Катар работал над укреплением альянса с США, даже после выхода из состава ОПЕК в этом году Что трактовалось как предложение в году давно критиковавшему эту организацию господину Трампу В Катаре расположена большая военная база США, он полагается на Америку в вопросе защиты от более крупных соседей Арабские страны теперь пришли к компромиссу в попытках удовлетворить и Москву, и Вашингтон Сейчас не холодная война, когда, у России, были свои союзники, а у нас, наши И было очень мало тех, кто ладил с той, и с другой стороной, говорит господин Катц Джарет Малсин, корреспондент Wall Street Journal в Каире НМ Симонс возглавляет российское бюро издания в Москве Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова